Спасибо! Параметр артиллерии здесь не топовый, параметр торпед тоже, но здесь есть такая особенность. Особенность это в расходниках, поскольку есть хороший габ, который высвечивает корабли на 6 километров, и есть дымы. Такую особенность, в принципе, есть не у многих кораблей и не у всех наций. Там на восьмом уровне есть у Ло Янга и на девятом у Фрисленда, но каждый из них уступает в параметрах Зетки. Во-первых, Зетка бьет на 6 километров гапом, и такого гапа нету ни у кого. Итак, пройдемся, наверное, все-таки по ТТХ. В параметре живучесть. Здесь нету лидерских каких-то показателей или аутсайдерских, поскольку, ну, 23800 это с перком. В общем, не слишком много. И с учетом габаритов данного эсминца и его засвета, засветы по кораблям в 61 километра, растерять эти 23800 очень даже легко. Какой-то фишки с бронированием нету, то есть обычный эсминец, никакого бронепояса там или тому подобных фишек нету. В параметре артиллерия с мини-перками, то есть получается 3,6 секунд перезарядка, вероятность поджога 7%, пробитие 21 миллиметр, ну, то есть не особо ничего выдающегося нету. Параметр урона фугасов это полторы тысячи, параметр ББшек это 3 тысячи. Кстати, ББшки здесь довольно-таки злые, но применять их нужно, ну, допустим, против крейсеров или же против каких-то таких легкобронированных целей. Вероятность поджога, кстати, 7%, и с перком и флажками получается там 10% будет. Но я играл, пробовал, мне не понравилось. А вот дальше идет параметр торпед. Кстати, торпеды здесь довольно-таки неплохие, поскольку с модернизацией и перком время перезарядки торпед 68,9 секунд. То есть, ну, округлим до 69 секунд, то есть минута и 9 секунд это перезарядка. Максимальный урон, конечно, 14-400, это не селишко много, но зато 10,5 километров дальность. И с моей модернизацией получается 72 узла хода. Увернуться уже будет непросто и... Ну, в общем, больше торпед можно всунуть, в принципе, противников. По маневренности, ну, радиус циркуляции огромен, то есть 700 метров для такого эсминца, ну, это многовато. Перекладка рулей, кстати, 3,6 секунд, в принципе, это достаточно хватает для того, чтобы как-то где-то отреагировать. То есть, ну, в принципе, комфортно. Но в островах все-таки не очень комфортный эсминец, то есть даринг, гиринг, даже и шимы, по-моему, намного лучше в этом параметре. Но в параметре скорость хода 37,5 узлов это стоки, без флажка Sierra Mike. С флажком Sierra Mike будет 39,4 узла. Плюс еще форсаж, и, в общем, от этого эсминца, ну, мало кто сможет уйти. Но, опять-таки же, перестрелять этот эсминец можно в легкую. По ПВО я бы не сказал, что это какой-то крутой эсминец, то есть ПВО где-то такое же, как и у всех остальных, там, плюс-минус, ну, какого-то сильного параметра в ПВО я не вижу. И так, наверное, продолжим с моим выбором модернизаций. Мой выбор модернизаций это, наверное, почти стандартная классика. В первом слоте у меня идет основа нового вооружения. Во втором слоте я взял ядроакустический поиск. Поиск это за уголь модернизации особая. Рекомендую поставить, поскольку, ну, для такого эсминца, где имеет высокие значения именно расходники, то я бы рекомендовал выбрать именно эту модернизацию. Но, опять-таки же, это ваш выбор. В третьем слоте я поставил торпедные аппараты модификация 1, поскольку, ну, играю я чаще от торпед, нежели от артиллерии. Хотя раньше стояла система наведения модификация 1, но, кстати, разница чувствуется, то есть потеряв точность и ГК ощутимо есть. Поэтому, если вы играете от артиллерии, то, ну, ставьте на точность АГК, а если от торпед, то ставьте так, как я поставил. В четвертом это рули, ну, как всегда. И в пятом, соответственно, систему маскировки. Ну, для эсминца это важно. В шестом это торпедные аппараты модификация 2 на 15% ускоряют перезарядку торпедного вооружения. В пятый слот можно также воткнуть уникальную модернизацию, которая уменьшает заметность на 5% и уменьшает время перезарядки торпедных аппаратов на 15%. То есть вы станете с этой модернизацией на 5% всего лишь увеличится ваш засвет. Ну, что, в принципе, не сильно много, но и для такого эсминца, как я играю, в принципе, не сильно уж и хорошо, поскольку система маскировки дает минус 10%, а особая модернизация будет давать минус 5%. То есть какой-то все-таки плюс есть, но не для меня. Итак, продолжим, наверное, все-таки перками, поскольку я про них уже говорил не раз. Итак, начал я, как обычно, с профилактики и потом из последних сил, после чего взял на мастера торпедного вооружения и мастера маскировки. Потом уже взял мастера борьбы за живучесть, поскольку мне оно крайне надо было, пригодилось. И потом взял базовую огневую подготовку, чтобы увеличить ДПМ главного калибра. Ну, и также еще апнуть ПВО чуть-чуть. И в последнем у меня был различный билд. Это был билд с отчаянным, и также был билд с взрывотехником. Попробовал, ну, и то, и то мне не особо пошло, хотя, в принципе, отчаянный я бы рекомендовал повязать. Но взял я бдительность. Почему взял я бдительность? Да, вы скажете, там габ, типа все дела, но нет. Маневренность у этого эсминца такая себе не очень, и я зачастую, очень часто ловил торпеды. Причем обычные торпеды, типа, как у Гиринга, то есть эти шести узловые там и тому подобное. То есть не особо быстрые. И мне это не понравилось. С бдительностью я стал ловить торпеды гораздо реже. Да, в принципе, вообще-то на самом деле и перестал их ловить, потому и поменял. И, кстати, этот перг усилил также еще и габ, поскольку он стал светить торпеды на 5 километров. То есть не на 4, а на 5 с этим пергом. Двигатель в фоксированном режиме. Противоторпедная защита здесь на высоком уровне. Но это, наверное, все, что я хотел рассказать про этот эсминец. Играю я именно вот так вот. С такими пергами, с такими выбором модернизации. Играю я в основном на захват точки, поскольку нанести урон торпедами сильно не получится. А с таким гапом и дымами, то есть можно выкурить любой другой эсминец с точки. Но параметры артиллерии все-таки довольно-таки слабенький. Поэтому опасайтесь всяких дымойнов с рлэсками и вустеров, поскольку порвут просто нафиг. Вот примерно так вот я играю. Скажу честно, больше сотки очень редко, когда получается набить. И то это, если уж противники реально сильно подставляются, и ловят просто на ура. Не во всех боях получается реализовать и ГК, и торпеды. Иногда реализуешь и то, и другое. Иногда реализуешь только одно, а иногда только другое. Поэтому какой-то особой рекомендации по поводу прокачки у меня нет. Ну вот вы видели бой. Почти 90 тысяч я набил. Плюс захваты точек. То есть довольно-таки неплохо сыграл. Но лучше сыграть, это крайне тяжело на таком эсминце. Но тем не менее, оставаться в топе довольно-таки легко. Поскольку также есть гап, есть дымы. Высвечиваете гапом эсминцы и просто их кошмарите. Вот видите, второе место в команде. В общем, неплохо отыграл, как я считаю. Второе место это неплохо. Ну и так, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оценивайте видео комментарии. Всем спасибо, всем пока. Продолжение следует...